Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Итак, я такой другой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Один из моих любимчиков. Я обычно цитирую Маргариточку Симоньяна. Сегодня я хочу процитировать Павла Зарубина, который именно эту фразу решил сказать, находясь в КНДР. И вопрос остаётся актуальным. Какой такой другой страны? Какую страну имел в виду Зарубин, когда находился в КНДР? КНДР или Россию? Я не думаю, что, конечно, это совсем разные истории. Но, тем не менее, он же про одну вроде как страну говорил. Или теперь это тоже союзное государство вместе с Белоруссией? Игорь Александрович, как вы думаете? Екатерина Валерьевна, здравствуйте. Рад вас видеть. Слава Украине. Живаю нашим, слава. Взаимно. И вы знаете, ну вообще то, что происходит сейчас между Северной Кореей и Россией, назвать разными странами уже всё сложнее. Это ось. Понимаете? Ось, которая соединяет два любящих сердца. Тут масса фотографий о том, как вместе целуются, обнимаются, сливаются в экстазе два вот этих упыря. И поэтому отличить уже скоро будет сложно. Конечно, у Северной Кореи есть масса отличий. У них есть идеология Чичхе. А у России её нет. И вообще во многих отношениях, вы знаете, тут вот этот союз двух одиноких сердец, он приобретает неожиданные характеристики. Дело в том, что обычно как-то считалось, что во главе вот всего этого террористического интернационала стоит Россия. Вот. И, в общем, Россия в отношениях с Китаем, она иногда пыталась, ну, СССР, по крайней мере, пытался занимать доминирующее положение. Но все уже смирились, что в отношениях с Китаем Россия младший партнёр. Даже вообще не младший партнёр, а какой-то там вассал. Ну, а теперь выяснилось вдруг неожиданно, что в отношениях и с Северной Кореей тоже Россия занимает доминируемое положение. То есть она тоже младший партнёр. Путин приезжает туда выцыганивать снаряды, оружие. Путин зависит там. Ну, так сказать, то, как унижают российских чиновников в Северной Корее, это вообще отдельная песня. Ну, просто потому что, понимаете, когда встречаются два диктатора, то между ними не бывает. Это очень характерно вообще. И между людьми с авторитарными наклонностями никогда не бывает равноправных отношений. Всегда обязательно кто-то хочет доминировать. И в этом случае, если... То есть там отношения строятся по принципу раб-хозяин. И в данном случае, поскольку Путин явно не тянет на хозяина, то ему уже заранее уготована роль, так сказать, вассала, роль нижнего, роль такого вот своеобразного, ну, не совсем раба, но, во всяком случае, очень сильно зависимого просителя. Это очень характерно. Ну, а насчёт того, какая из них, из этих стран, где свободнее дышится, ну, Зарубина виднее, потому что ему есть с чем сравнивать. Видимо, я думаю, что, так сказать, вообще в перспективе будет развиваться, так сказать, туризм, отдых на северокорейских пляжах. Так что я думаю, что у россиян ещё всё впереди. Ну, а северокорейские рабочие, и не только рабочие, скорее всего, окажутся в России. Так что вообще перспективы вот этого нового союзного государства, они явно прорисовываются. Вы знаете, это очень интересно, потому что я сейчас нахожусь в Европе с таким турне по европейским странам. И я тут спрашивала у европейских законодателей, как вы думаете, зачем Путин поехал в КНДР, потому что для нас это как бы выглядит таким образом, что он поехал забирать советское оружие. Вряд ли КНДР что-то там может предложить ему, чего у Путина нет, да, и такое, что летает и не падает. Близко к Валдаю. Тем не менее, когда я спрашиваю о том, что именно хотел бы Путин получить от КНДР, мне говорят, что разведка западная говорит о том, что, скорее всего, он поехал договариваться о рабочей силе. Это единственный материал, это единственный вариант возможный того, что Ким может предложить Путин. То есть вы думаете, что тоже он поехал туда исключительно за рабочей силой, потому что рабочей силы в России не хватает? Вы знаете, тут три вещи, которые мне кажутся очень важными. И, в общем, они, так сказать, действительно представляют собой некоторую, ну не сказать, что какую-то грандиозную угрозу, но некоторую проблему. Первое, это, конечно, все-таки боеприпасы, все-таки это артиллерия, все-таки это ракеты, которых Северная Корея наделала огромное количество. Это не только советские запасы, но и по советским лекалам изготавливаемые. То все-таки Северная Корея один из таких производителей оружия достаточно увесистый. То есть, ну, можно судить об этом только по тому факту, что за время вот этой большой войны против Украины Северная Корея предоставила боеприпасов в два раза больше, чем весь блок НАТО. То есть, ну, сравните, да? То есть, ну, просто потому что они ничего больше не производят. Там, как бы, они работают не для людей, не для жизни, а для смерти. Ну, это такой культ смерти. Это первое. Второе, то есть, оружие, безусловно, это то, за чем Путин сейчас ездит, побирается по всему миру. Собирая разбросанное советское оружие по всей планете. Тут и Африка, тут и Вьетнам, тут и, ну, и прежде всего, конечно, Северная Корея. Вот. Второе, это, безусловно, рабочая сила. Северокорейские рабочие – это мечта любого работодателя. Потому что, во-первых, они мотивированы, потому что они здесь получают нищенскую зарплату. Но эта нищенская зарплата делает их просто баснословно богатыми людьми в Северной Корее. То есть, те копейки, которые они получают за всеми вычетами, они просто на этом можно жить вообще весь остаток жизни в Северной Корее. И, кроме всего прочего, у них в заложниках находятся семьи, поэтому, так сказать, какого-то неподчинения, какого-то протеста против эксплуатации здесь даже мысли не может быть. Ну и третье, несмотря на то, что Путин во время своих встреч с журналистами, ну, с обслугой информационной, которой он, значит, поделился своими впечатлениями от вот этого азиатского турне по Северной Корее, по Вьетнаму, он всячески отнекивался от того, что в этом договоре предусматривается, так сказать, участие северокорейских солдат на Украинском фронте. Но, тем не менее, мы же с вами уж, Екатерина Валерьевна, хорошо знаем, что каждый раз, когда Путин открывает рот, он врет. Поэтому, вот, знаете, как это прямо по Жванецкому, так сказать, когда правительство начинает успокаивать, население начинает вздрагивать. И в данном случае происходит именно это. Когда Путин говорит о том, что нет, никогда ни за что, значит, северокорейские солдаты не будут участвовать в этой войне, мы понимаем, что таки обязательно будут. И поэтому эта угроза, безусловно, есть. Потому что, ну, сказать, что это будет что-то там, какой-то перелом, но, тем не менее, так сказать, пополнить, заткнуть какие-то дыры на фронте вполне. Эта ситуация возможна. Поэтому, в целом, вот, конечно, у Путина... А, собственно, куда ему еще ездить? Куда ему еще ездить, когда он уголовник, международный преступник, и везде, где подчиняются люди международному праву, везде его ждет арест. Ну, а вот Северная Корея, пожалуйста, братский режим. Действительно, все более и более, так сказать, они сближаются, эти режимы. Действительно, в общем-то, можно сказать уже, так сказать, о, ну, каком-то квази-союзном государстве. Интересно получается. С КНДР, если я не ошибаюсь, связанная первая фиаско Путина, международная фиаско. Потому что когда-то Путин общался с отцом Ким Чен Ына, который тогда правил был в КНДР. И тот ему сказал, что откажется от расширения ядерной программы. А Путин рассказал всему миру о том, что вот, смотрите, какой я переговорщик классный, я обо всем договорился. А потом Ким Чен Ырк сказал, что он пошутил вообще-то. И теперь Путин едет опять в КНДР и говорит о том, что смотрите, какой я молодец. То есть все забыто, никто ничего не помнит. Вы знаете, вообще ляпов, которые Путин допускает постоянно, ну, просто он привык врать своему населению. И там обратки никогда не наступает. А здесь, когда он выходит на международную арену, то он оказывается все-таки просвечен. И более-менее понятно, когда он врет. Потому что, ну вот, например, то, о чем вы говорили здесь, явный, так сказать, прокол и ляп невероятный. Но есть еще масса довольно смешных эпизодов, когда Путин, например, говорит, очень долго рассказывал, возмущенно рассказывал. Ну, как это можно? Как можно санкции на Северную Корею накладывать? Потому что это же, вот он вспомнил, вот мое ленинградское детство, там, чуть ли не он участник блокады, правда, он родился на несколько лет после Второй мировой войны, поэтому не знаю, как он там блокаду помнит, но неважно. Это у него обычные такие вот, ну, у него с историей вообще проблемы. Вот, я думаю, что через какое-то время мы услышим о том, что лично он руководил штурмом Берлина. Вот, это вполне, кстати, возможно, этого нельзя исключить. Тут у нас еще все впереди. Вот, но в данном случае речь идет о том, что Путин очень возмущался. Какая же сволочь могла наложить вот эти вот санкции проклятые, значит, на бедных северных корейцев. Ну, просто, я не знаю, ну, просто все люди, которые, ну, хоть как-то краем глаза наблюдали за тем, что происходит в мире, прекрасно знают, кто это. Потому что в 2017 году именно Владимир Путин наложил санкции на Северную Корею в связи с испытанием баллистического оружия. То есть, на самом деле, это потрясающая вещь. То есть, человек стоит перед журналистами, ну, если бы он стоял, конечно, перед журналистами, то он такой бы сказать не мог, потому что обязательно ему кто-нибудь это вспомнит. Ну, тут, когда вот это вот стадо баранов перед ним, то, естественно, никто, они только мычали, так сказать, и аплодировали. Ну, так вот это удивительно. Какая же сволочь наложила санкции, сказал Путин, возмущенно глядя в зеркало. Да, интересно получается, что страны, которые не могут на друг друга рассчитывать, подписывают документ о том, что они могут на друг друга рассчитывать. Вот, я же говорю, сначала отец Кима подставил Путина, потом Россия. И в составе безопасности подписала санкции против Северной Кореи. И в 2017 году сам Путин подписывает эти санкции и вводит, да, против КНДР. А теперь они хотят рассчитывать друг на друга. Как-то нестыковочки какие-то. Но, тем не менее, документ есть. Тут, опять же, такие эксперты говорят о том, что, возможно, в связи с этим пунктом, который перекочевал с советских времен в этот новый документ, возможно, Путин попросит КНДР, не знаю, напасть на Тайвань или это из области фантастики? Ну, я думаю, что это маловероятно. Я думаю, что в любом случае тут есть, конечно, маленький риск. Но это, я не знаю, это нужно оценить. Я даже не думаю, что специалисты могут просчитать вероятность какого-то эксцесса со стороны Северной Кореи. Так-то он ракетами швыряется во все стороны, это понятно. Но в основном старается все-таки никого сильно не задеть. Потому что точно так же, как и Путин, очень дорожит собственной жизнью. Я думаю, что вот этот вот серый корейский диктатор очень сильно бережет целостность своего, так сказать, необъятного тельца. Поэтому они, ну, слушайте, что Путин, что Ким Чен Ын предпринимают такие меры безопасности в собственной жизни, что заподозрить их в склонности к самоубийству довольно сложно. И обратите внимание, действительно, Ким Чен Ын постоянно грозит с ядерным ударом, постоянно разбрасывает, как и проводит испытания. Но он ни разу никого толком не задел. И даже в отношении, я уж не говорю там, Соединенные Штаты Америки, Япония, Южная Корея, это те страны, которые вроде как находятся в зоне риска, но все равно, в общем-то, стараются, ну, как-то не задеть. Ну, вот, значит, эти самые пакеты с дерьмом перебрасывает на территорию Южной Кореи. Вот это максимальная агрессия, на которую он способен. Понимая, что, ну, за пакеты с дерьмом, в общем-то, ответным ядерным ударом, скорее всего, Северную Корею не уничтожат. Поэтому, как такая мелкая шпана, старается, в общем-то, задевать, но не спровоцировать ответный удар. Так что вероятность того, что он ударит по Тайваню, я все-таки расцениваю как нулевую. Видите, вы говорите, что никто вроде как не может заподозрить ни одного, ни второго в том, что они самоубийцы. Но, опять-таки, не надо забывать о том, что они пользуются российским автопромом. Путин привез, подарил Ким Ченой, ну, второй автомобиль Аурус. Что случилось с первым, остается загадкой. Это как Ким Чен Ын не приехал на нем Путина встречать. Все-таки все сходятся на том, что, скорее всего, он просто поломался, ремонтировать его нечем, поэтому решили подарить второй. Знаете, ну, да, действительно, это серьезная угроза жизни и здоровью консервия корейского лидера. Ну, вообще, вот этот вот обмен подарками, он выглядит довольно забавно, потому что, понимаете, они, видимо, не до конца, может, понимают, может, не до конца понимают. Вот Ким Чен Ын подарил Путину двух собак. Значит, ну, понятно, что, в общем, так сказать, известно, что с собаками делают в Северной Корее. Вот, то есть это такое любимое национальное блюдо. И возникает вопрос, это он что, пожелал Путину приятного аппетита или что? То есть, вообще, масса вот таких вот вещей, которые там происходили, конечно, они, в общем, вызывают насмешки. То есть, при том, что, да, действительно, это вот такое сближение, но в отличие, скажем, от единого союзного, скажем, государства с Белоруссией, все-таки с Белоруссией у России, несмотря на то, что это, безусловно, разные народы, это безусловно, но, понимаете, народы разные, а режимы сближают. И здесь, поэтому, вот это вот единое, безусловно, российский и белорусский народ, это разные, разные, не только этносные, но и разные культуры, во многом, и разные истории. Вот, но, тем не менее, все-таки, вот эта корка единого, корорства единого режима, она сближает. Что же касается России и Северной Кореи, то там такие культурные различия, такая разница, что постоянно, пытаясь как-то взаимодействовать, конкретно взаимодействовать, россияне все время попадают в просаг. Постоянно. И это вот в ходе этого визита постоянно проявлялось. Смотрите, подарками обменивались, обнимались, в рот целовались, что они там только не делали. Но почему-то, когда российская делегация во главе с Лавровым, как видно с видео, очень уставшая, зашла в кабинет для переговоров, ожидать своих начальников, как любит выражаться Маргаритич Ксимоньян, то в этот самый момент их попросили выйти, говорят, алло, царь еще не пришел, поэтому как бы встали и вышли отсюда. А это что за вольничество на территории России? Вы знаете, это, ну, вы правильно сказали, на территории России, потому что Лавров-то, и он точно считает, что он пришел к себе домой. И здесь ему объяснили, что, парень, вообще-то ты кашлять можешь дома, а здесь ты веди себя тихо и ходи под струночкой, только параллельно стенкам. И у нас тут такие порядки. Когда хозяин войдет, тогда он тебя пригласит, и ты вот на краешке стула можешь посидеть. Это была очень забавная сцена, когда Лавров, Белоусов, масса министров зашли, по-хозяйски расположились, Лавров там что-то начал жаловаться на то, что он где-то испачкался. Ну, то есть по-хозяйски так, в общем, себя вели. Ну, вот вошел к северокорейскому чиновник и сказал, что, господа, извольте выйти вон, потому что вас пригласят, когда у нас тут порядки совсем другие. То есть здесь две вещи. Во-первых, полное незнание местных. Ну, мы уже поняли, что ведомство Лаврова не является дипломатическим ведомством. Но настолько не понимать местный распорядок, то есть в этом концлагере другие распорядки, другой распорядок, другой внутренний распорядок. Но надо было его хотя бы изучить, прежде чем ехать. И поэтому это вот, ну, с моей точки зрения, это патология. Понимаете, я, конечно, не дипломат и ни разу не знаю всех этих этикетов, но я больше 20 лет преподавал в МГИМО, и я прекрасно знаю, как школят дипломатов, как их дрессируют. И поэтому то, что произошло, это, конечно, дикая совершенно деградация российской, ну, или того, что когда-то было дипломатия. Это первая сторона вопроса. А вторая сторона вопроса, при всех там местных особенностях, но вот таким образом выгонять, так сказать, партнеров, если они считают их партнерами, это, в общем, это сигнал. Понимаете, то есть, ну, при всех местных особенностях, но тем не менее, если ты дорожишь партнером, если ты понимаешь, что он, ну, хотя бы там на равных с тобой, то так себя не ведут. Это еще одно свидетельство того, что Россия в лучшем, если мы хотим сделать комплимент Путина, то мы можем его назвать младшим партнером Ким Чен Ина. А если мы хотим сказать правду, то он, безусловно, Ким Чен Иновский халуй. По сути дела, практически он является вассалом северокорейского лидера на сегодняшний момент. По крайней мере, сейчас ситуация именно такая. Это, кстати говоря, то, что сделал Путин, пытаясь, так сказать, стать мировым лидером. Мы помним, как он начинал в 2007 году со своей мюнхенской речью, бросая вызов всем, не имея для этого никаких абсолютно оснований. Ну и в результате эта политика привела к тому, что вот он опустил Россию даже в геополитическом отношении. Я уж не говорю о социальном, об экономическом, а именно в геополитическом отношении на роль такого, так сказать, нижнего, на роль, так сказать, самого низа пищевой цепочки вот этого союза-изгоя. Видите, тут мы, наверное, всё-таки разобрались, о какой такой другой стране говорил Зарубин, потому что, ну, видите, в России могут сидеть и ждать. Хотя, опять-таки, тут просто зеркальная ситуация. Путин любит опаздывать, поэтому он любит, чтобы его ждали в кабинете, а Ким Чен Ын любит заходить первым, а за ним уже все остальные, кто статусом и рангом пониже. Просто надо было разобраться в этих нюансах, но почему-то, видно, Лавров не успел в перерывах между международными событиями и Петербургским международным форумом, не успел подготовиться. Но это не единственный визит. Путин и Вьетнам. Ещё одна история, которая была на этой неделе. И, опять-таки, эксперты говорят о том, что Китаю это вряд ли понравится, это сближение. И говорят о том, что, ну, ничего удивительного в этом нет. Советский Союз накачивал Вьетнам оружием. Теперь Путин пытается вернуть, опять-таки, советское оружие назад. Ну, теперь уже, правда, за деньги. Вы знаете, я думаю, что с Вьетнамом гораздо более сложная ситуация. Вьетнам не является мировым изгоем. Вьетнам это, ну, тут можно по-разному оценивать, но, тем не менее, это большая страна. По численности она не намного меньше России. Это всё-таки 100-миллионная страна, которая за последние годы в 10 раз увеличила свой ВВП. То есть это стремительно развивающаяся страна. В какой-то степени есть у Вьетнама претензии на то, чтобы попытаться хотя бы частично заменить Китай в роли такой мировой мастерской, вот, мировой фабрики. Конечно, вряд ли это полностью получится, просто в силу различия в размерах, в масштабах экономики, в производственном потенциале. Но, тем не менее, претензии такие есть. И у Китая с Вьетнамом сложные отношения изначально. Значит, более того, у Вьетнама есть довольно прочные экономические отношения с Соединёнными Штатами Америки. Поэтому, конечно, думать, автоматически пытаться перенести на Вьетнам всё то, что мы говорили о Северной Корее, невозможно. И, конечно, Путину продлить эту ось, так сказать, на Хамой точно не удастся. Это 100%. Максимум, что он может получить, это какую-то попытку частично тоже с помощью Вьетнама прорвать экономическую блокаду. Ну и, конечно, оружие. Потому что всё-таки советского оружия во Вьетнаме довольно много. Вьетнам – это такая умеренно милитаризированная страна. Мы помним, что были военные конфликты, в том числе и с Китаем у Вьетнама. Так что Китай – это… У Китая виновата. У Вьетнама довольно сильная армия. Поэтому выцеганить какое-то количество боеприпасов и вооружения у Вьетнама, наверное, можно. Так что цель именно такая. Ну а всё остальное, я не знаю, я сомневаюсь. Нужен специалист по Вьетнаму, который мог бы более авторитетно об этом говорить. Но общие представления такие, что продлить эту ось дальше вглубь Азии не удастся. Там на Северной Корее, я думаю, что это ось обрывается. Мы в прошлый раз говорили с вами об ультиматуме Путина, когда он выкатил список из пяти пунктов и сказал, что он готов на переговоры с Украиной, но на своих условиях. Ну и там они были очень странные сами по себе, потому что ничем не отличаются от той ситуации, которая есть сейчас. Единственное, что Путин сказал, что он готов перестать стрелять. Пока что. Хотя выводить войска и прекращать огонь на время переговоров тоже, сказал, не будет. Тем не менее. Кто-то называл это ультиматумом. В Европе это называют больше торговой позицией, с которой Путин готов стартовать. Как там у Чичикова. Кузнецы заломили цену ровно в пятеро. В Европе относятся этому именно так, что это в пять раз преувеличены стартовые позиции Путина, с которых он готов идти на какие-то переговоры. Тем не менее. Прошла неделя. Вы для себя видите эту переговорную площадку? Вы видите, что Путин заломил эту цену и готов идти где-то на уступки? Или же опять-таки его элиты не позволят это сделать? Не те элиты, которые армия, хотя уже, может быть, и они тоже. Знаете, я думаю, что никакую переговорную площадку Путин не готовит. Я думаю, что вероятность каких-то переговоров, серьезных переговоров, не имитации, как это было в Стамбуле, а серьезных переговоров с Путиным невозможно. Просто, ну, опять-таки, что это было накануне саммита мира? Это был блеф, это были понты, это была провокация, это было что угодно, но не переговорная позиция. Задача была попытаться обесценить вообще все, что говорилось на саммите мира. То есть позиция выглядела это так. Собираются люди, представители почти 100 стран, в том числе главы государств, и обсуждают предложение Путину по поводу того, как закончить войну. И Путин накануне этого выходит и говорит, да проблем никаких нет. Украина должна просто исчезнуть, самоликвидироваться, закончить самоубийством. Значит, Запад должен встать на колени, заплатить Путину репарации за все беды, которые Запад принес России. Ну, естественно, снять санкции, покаяться, посыпать голову пепом и тоже уйти, так сказать, ну, видимо, покончить самоубийством. Ну, вот такие. То есть Путин совершенно не то, что не побеждая в войне, а находясь в бесконечном далеком состоянии от каких-то побед, он требует полной и окончательной капитуляции. И в данном случае он дает сигнал, на самом деле дает сигнал, что ни на какие переговоры он не готов идти. То есть он таким образом пытался просто сделать бессмысленным вот этот вот мирный саммит в Швейцарии. То есть вот в чем была задача. Это, мне кажется, совершенно очевидно. То есть, понимаете, когда вы приводите в пример мертвые души и говорите о том, что кузнецы в пять раз заломили цену, ну, это одно дело. Это стартовая переговорная позиция. Но если кузнецы предлагают, значит, своим партнерам просто идти в рабство в обмен на мертвые души, да, ну это, извините, это не переговорная позиция. Это, что называется, повод для драки. Вот. То есть это не, так не делают, это не завышение, понимаете. Так не торгуются даже на Востоке. Поэтому в данном случае, ну и давайте, давайте все-таки точки над и. Вы видите какую-нибудь точку компромисса между Путиным и Украиной? Я нет. Я ее не вижу. То есть, понимаете, для Украины, ну, слушайте, даже если мы понимаем, что все меняется, мы понимаем, что все устали, даже если представить себе, что в результате такой затягивания войны, в результате усталости, огромных жертв и так далее, может быть снижение, мы не знаем, чем закончится, так сказать, выбор в Соединенных Штатах Америки. Может быть, в результате вот тяжелой затяжной войны мнение украинцев немножко сдвинется в сторону компромисса. Ну, например, что ситуация, ну, как было до начала войны, большой войны, имеется в виду, в 22-м году, когда Крым, Украина готова была, так сказать, Крым освобождать дипломатическим путем, не военным, то есть вывести Крым за пределы вот этой истории. Но вы представляете себе, чтобы Украина согласилась с тем, чтобы оставить, значит, под властью Путина Херсонскую, Запорожскую область, да и Донецкую с Луганской. То есть это исключено, такого быть не может, понимаете? А у Путина, вы знаете, у него аппетиты не только на это, у него все-таки твердые аппетиты на демилитаризацию и деноцификацию. То есть смена режима, он об этом говорит. Смена власти в Украине, он на этом настаивает. Понимаете, его вот эти вот бесконечные домогательства до Степанчука, которые он постоянно делает, они же не просто так. Он говорит, замените, замените Зеленского на кого-то другого и будем разговаривать. То есть точки компромисса нет, ее вообще найти невозможно. Вот мое убеждение в этом. Медуза посчитала, что чтобы Путину выйти на те регионы, которые он заявил своими, с теми темпами, которыми идет война сейчас в Украине, ему понадобится 14 лет и больше двух миллионов убитыми. И они же говорят о том, что ну как бы сложно не видеть того, что Путину не удается заявленные цели СВО, о которых он говорил 24 февраля. И поэтому проходят чистки, и поэтому как бы сейчас пытаются пересадить всех, кто имеет хоть какое-то отличие мнения от Путина. Я не знаю, остановит ли Путина 14 лет или 2 миллиона убитыми, но тем не менее, удастся ли ему пересадить всех, кто так или иначе будет не согласен. Вы знаете, вот это вот такая вот арифметическая продолженность, да, то есть вот есть такая тенденция сейчас, и мы сейчас просто умножаем на количество лет, то есть получаем результат. Значит, эта вот арифметическая такая логика, она, конечно, совершенно не действует, потому что она предполагает, во-первых, то, что ситуация будет неизменной, во-вторых, что Украина все это время заснет, впадет в какой-то литургический сон и будет спокойно ждать, пока Путин захватит. Ну, это, понимаете, как если ты в шахматы играешь, то, значит, если ты только ходишь, а противник все это время, так сказать, вообще ничего не делает, то, естественно, ты выиграешь когда-то партию, да, если ты даже не умеешь играть. Поэтому Украина-то все это время, что должна делать, вот все эти 14 лет спать или, так сказать, значит, просто позволять Путину захватывать свою территорию. Поэтому это, конечно, полная ерунда. Ничего этого не будет. Значит, на самом деле ситуация, конечно, сложная, никакого шапка закидательства быть не может, но в любом случае вот эта логика такая вот, значит, инноционная, она, конечно, неприемлема. Значит, Путин, на самом деле, так сказать, действительно отмерил себе вечность на этой земле. Но, тем не менее, во-первых, он смертен и, как известно из классики, внезапно смертен, как каждый человек. Вот это первое. Второе, я думаю, что вот то, что сейчас происходит в мире, а именно те события, которые сейчас произошли, кстати, недавно совсем, внезапно, для меня неожиданно, человек, который всегда считался сверхосторожным и сверх таким боязливым, значит, помощник по национальной безопасности Салливан заявил о том, что вообще, какие могут быть ограничения для ударов по территории России. Да никаких ограничений не может быть, заявил Салливан, которого мы всегда привыкли видеть в, так сказать, в той части администрации Байдена, которая всегда была сверхосторожна и настроена на неконфронтацию с Путином. А здесь он просто как, я не знаю, как какой-то Блинкин выступил, значит, совершенно с такой размашистой, это в издании «Политика» и у него было интервью, когда он сказал, все, никаких ограничений, удары по любой точке территории России. Это не вопрос географии, сказал Салливан. И это очень серьезно меняет ситуацию. И то, что действительно сегодня Украина имеет возможность, уже просто официально имеет возможность бить по любой точке на территории России, это серьезно изменяет всю ситуацию. Серьезно изменяет ситуацию и та помощь, которая все-таки, ну, как улита, так сказать, ползет, но тем не менее доползает. И мы видим уже результаты. Поэтому нет никаких 14 лет у Путина. И это не будет там, так сказать, какая-то там, я не знаю, новая 30-летняя война или новая 100-летняя война. Все, конечно, не закончится в этом году, не закончится в следующем, но закончится намного раньше, чем предполагает Путин. Так что, и причем закончится в результате серьезного поражения Путинского рейха и в результате его обрушения. Потому что внутри, ну вот, скажем, деоккупацию Крыма Путину не простят. Это за краем. Я думаю, что после этого, так сказать, Путина просто снесут. Потому что, ну, на самом деле, будет понятно, куда завел этот человек к России. Даже те же самые ура-патриоты снесут. Опять же таки, вы говорите о том, что все закончится раньше, чем даже себе может думать Путин. Тут еще такие мнения звучат о том, что Путин хочет немножечко вложиться в Корею и подготовить себе запасной аэродром в прямом и в переносном смысле этого слова. Он понимает, что в случае проигрыша и в случае того, что ему нужно будет бежать из России, бежать ему особенно некуда. Потому что европейские страны его сдадут в Гаагу. Скорее всего, его поменяет и Китай на каких-то выгодных для него условиях. А вот в НДР там выборов нет. Там, собственно, власть не меняется. Там никаких бунтов не предвещается. Ну, и, собственно, таким образом говорят о том, что Путин там себе тоже может какой-нибудь бункер построить. И, возможно, этот второй Аурус – это уже его новый, следующий кортеж, который он себе готовит на территории Кореи. Вы знаете, я не знаю, как вы, а я не против. Конечно, было бы здорово, если бы Путин пристал перед судом в Гааге. Ну, во-первых, это маловероятно, потому что, скорее всего, его просто грохнут свои же, потому что никому не нужен Путин, который будет что-то рассказывать. То есть это же совсем нехорошо. Это примерно то же самое, что взять сейчас и начать публиковать, значит, сериал под названием «Архивы КГБ». Вот. Это серьезная штука. Тут столько интереса будет затронуто, что мама не горюй. Поэтому Путин, дающий показания на суде в Гааге – это кошмарный сон очень многих, причем не только в России, прямо скажем, да. Поэтому вероятность того, что его довезут до Гааги, она, мне кажется, очень близка к нулю. Вот. А то, что, ну, пожалуйста, в роли Януковича, которого, так сказать, будут показывать, значит, на северокорейских ярмарках, это неплохо, да. Вот. Роль Януковича в Северной Корее для Путина, ну, ничего, нормально. В конце концов, ну, мы же все добрые люди, да, мы же гуманисты. В конце концов, ну, пусть таким образом. Я не думаю, что это то, о чем Путин мечтал долгими, так сказать, тоскливыми вечерами в Дрездене, когда он, так сказать, возглавлял громадный объект под названием, значит, Дом культуры в Дрездене. И я не думаю, что это то, о чем он мечтал, когда начинал свою карьеру президента Российской Федерации. Вот. Поэтому, ну, пусть так, в конце концов. Каждому воздастся поверье его. Вот. Путин хотел стать владычеством морской. В результате останется у разбитого корыта северокорейского. Тоже неплохой вариант. Еще один показатель, который, ну, много о чем говорит. Тем не менее, я не знаю, как аналитики считали эту тенденцию, но, говорят, посчитали. Аналитики проекта, если быть точным, отметили, что в России пьют все больше спиртного. Говорит, был тренд на снижение, а теперь как бы рекордным за последние 9 лет вышел 2023 год. То есть пить начали еще больше. И эксперты связывают это с психологической напряженностью, усиливающейся на фоне и пандемии ковида, и последующих событий, пишет российская газета, ссылаясь на данные Минздрава, включая оценку потребления незарегистрированного алкоголя. Ну, в общем, 21 литр спирта в год на жителя старше 15 лет. А что за психологическая напряженность и как она еще может дальше расти? Есть ли потолок, куда она будет расти? Потому что вот кажется, что каждый раз, что мы дно нащупали, а нет, оттуда постоянно кто-то стучит. Так вот, есть ли потолок в этой напряженности? Тут есть стадии, стадии, так сказать, вот этой напряженности. Там нельзя говорить о потолке, надо говорить о разных этажах. И эти этажи действительно, так сказать, уходят, ну, уходят на самом деле просто в массовое безумие. Вот. На сегодняшний момент тревожность, безусловно, тревожность присутствует у подавляющего большинства, ну, у многих. Война еще не полностью пришла на территорию России, но она, в общем-то, заглянула и все время заглядывает. Ну, понятно, что какая-то часть вот из этого полумиллиона потерь, это касается в основном окраинных регионов, депрессивных регионов. И поскольку они не очень медийно-резонансные, поэтому вот те полумиллиона боевых потерь, которые фиксируются сегодня, сейчас уже немножко больше у российской оккупационной армии, они не очень сильно сказываются. Но, хотя цифры, конечно, совершенно чудовищные, это во много раз больше, чем афганские потери, это начинает уже что-то напоминать Вторую мировую войну. Не в такой, конечно, не в таком, конечно, масштабе, но мы же понимаем, что это все не закончилось. Но постоянные удары по российской территории. Ну, у меня очень много контактов сейчас с людьми, которые остались в России, и, в общем, они все свидетельствуют о том, что тревожно. Тревога в воздухе. В воздухе сгущается обстановка вот этой тревоги. Кто-то тревожится от того, что его или его родственников, близких могут забрать на фронт. Кто-то тревожится от того, что происходит с валютой. Кто-то тревожится вообще в отношении будущего. То есть, на самом деле, тревожное состояние, оно существует сегодня, оно висит сегодня в России в будущем, в России в воздухе. И это будет нарастать. То есть, никуда это не денется. Это будет нарастать. Значит, на сегодняшний момент, по разным оценкам, люди, которые имеют возможность уехать, они уехали. То есть, в основном уехали. Но я думаю, что мы увидим еще и вторую, и третью волну эмиграции, а точнее бегства из России. Это практически неизбежно. То есть, такого рода история заканчивается только оттоком населения. Тем более, что вероятность для путинского режима закрыть границы, она очень близка к нулю. Для этого нет у него ресурсов сегодня. Все-таки попытка построить такой сталинский концлагерь у Путина явно не получается. Хотя он очень хочет. напоследок хочу спросить у вас про тоже нашего любимчика, про Кадырова. И тут новая газета пишет о том, что тайно женил двух своих несовершеннолетних сыновей – 17-летнего Элли и 16-летнего Адама. Зачем и почему Кадыров так рано выдает замуж, замуж женит своих детей? Чтобы что? Или это такая традиция? Вот. То, что он рано выдает своих детей, видимо, все-таки он надеется продлить, он все-таки надеется создать такую династическую монархию, наследственную монархию. Пытается передать свою власть по наследству так же, как он получил ее от своего отца. Ну, правда, с отцом он там отдельная история. Есть сильное подозрение, что все-таки папеньку своего он грохнул сам. Но это пока не доказано. Хотя, впрочем, все впереди. На самом деле расследование преступления Кадырова, так же, как и расследование преступления Путина, пока еще далеко-далеко не закончено. А с преступлениями Кадырова, ну, это большая-большая серьезная работа. Я надеюсь, что будут доказаны все его преступления, и этот человек закончит, так сказать, свою жизнь в тюремной камере. Знаете, Игорь Александрович, не знаю, насколько вы любите или не любите футбол, но матч Словакия-Украина в эти же минуты, когда мы с нами разговариваем, проходит. Ну, и, собственно, знаете, как интересно, буквально там час назад я смотрела, как Скобеева в своем телеграм-канале радовалась тому, что, кажется, Украина пролетает в этом матче. Теперь она этот пост удалила, потому что 2-1 Украина победила в этом матче. И хочется в очередной раз сказать пропагандистам на территории России, что нельзя недооценивать противника. Ну да, я хотел бы все-таки завершить наш разговор не только по футболу, не только победами в боксе, который Украина одерживает, представители Украины, скажем, но и пожелать действительно победе Украины и завершить наше обычное общение словами «Слава Украине!» Героям нашим «Слава» и «Смарт-тимплятым ворогам». Спасибо вам, Игорь Александрович, за очередной разговор. Спасибо, Екатерина Валежина. Увидимся, я надеюсь, в следующую пятницу. Обязательно. Дякую всем, кто был с нами весь этот час, за ваши вподобайки и комментарии, которые вы залишаете под нашими видео. Для нас это всегда ценно, и робите так и надалее. Ну, и подписывайтесь на 24-й канал. Побачимось с вами, бережите себя, и Украина вперед. Bye. Продолжение следует...